приветствую всех с вами хултым и мы продолжаем проходить игру зайчик другая история 2.0 версия крутая версия где уже и озвучка всех персонажа практически подвезли теперь мы можем ей наслаждаться предыдущая серия вышла довольно губ сильный почти на 40 минут ну уж извините я хочу поскорее я пол игры про то пол и оставшуюся часть мы уже будем спокойно проходить я уже тогда запишу стандартные видеоролики будут идти по 30 минут я уже не буду сильно прям много тратить чтобы как можно больше уместить вот ну а дальше продолжаем все эти события если кто хочет потом может но кому хочется послушать озвучку со мной станции мы все перечитаем переслушаем ну а перед этим я думаю многие хотят также заняться видеоблогерством либо как бы как показывать свое творчество для этого или связать себя прям полноценной карьерой чтобы это было даже как ваша полноценная работа у вас есть и тема и ниша в ю тубе в контенте который вы хотите занять шап идея для шапочки и логотипа но у вас нет прямых рук чтобы их сделать как у вашего покорной услуги то вам прямая дорога на more and graphics more on more on more on more on graphics more on произношение с не могу нормально строить my round graphics то у автора автор этой группы дизайнер у него и вот отзывы довольных клиентов числе которых и и я именно он сделал нам шапочку для канала красивенькую прям под тематику у него есть примеры его работ сможете посмотреть он и а вы делает аватарки и пакет ютубов которые входят именно и логотипчик и шапочка и превьюшки он постарается сделать работу максимально подходящую чтобы она была приятна и вам и зрителю чтобы он все-таки кликал на ваш канал и смот и хоть как-то глазами пробегался по видеороликам и дальше уже сам решал хотят хочет ли он нас за цели нет так как это очень важно сейчас кстати говоря идут идут скидочки и сейчас приятная возможность за не сильно дорого урвать себе и превьюшку и пакет для пакет ютуба так что если я заинтересовал переходите в описании там будет ссылочка на и на групп на это сообщество и в комментарии там будет комментарий с и ссылочками там будет именно находиться ссылочка на эту на это сообщество удачи вам вы путешествием по морям ютуба мы возвращаемся к игре ну чтож возвращаемся ой занять все теперь лучше но так или иначе имели я сейчас право отказать да давай помогу отлично пойдем кстати говоря это ведь только первая глава ёкарный бабай полина легким взмахом руки распахнула дверь и бодро прошла внутрь я же чуть менее решительно шагнул за ней красота но в этом кабинете остановившись дверях я стал присматривать здесь впервые продолжаю изучать стены и портреты без висящие на них я заметил стертые записи сделанные на доске а тяжело запомнить все эти ноты достаточно не лениться и не пропускать уроки с альфеджио там все предельно просто а что хочешь научиться играть на музыкальных инструментах спальсив это лицо полина озарила еще более светлая еще более светлой улыбкой что заставило меня задуматься умение играть на музыкальных умение играть на музыкальном инструменте это ведь круто особенно на папе они на мы могли бы вместе с полиной сочинять свою музыку я бы играл на пианино она на скрипке вместе бы ездили по разным странам выступали родители наби гордились бы неплохо научиться а какие инструменты тебе нравятся думаю пианино а ты знал что пианино отлично дополняет скрипку тихим и ласковым голосом спросила полина приятные мурашки пробежали по всему телу мне нравится когда она меня так называет прекрасное сочетание ой а санара слова сами вырвались из уст щеки загорелись пульс участился и сам и сама уже и сама и сама уже душа ожидала интригующего продолжение ее глаза заставляли дыхание замирать они словно гипнотизировали поглощать а ее ласковый голос ой подожди у нее получаю ой не заметил раньше у нее румянец знаете был посильнее он был порозовее лучше бы они оставили ей розовый румянец либо я его не заметил либо они сделали вон чуть менее заметно а их пришла гадюка подколодная от неожиданности полина быстро отпрыгнул от меня в сторону я согласен качи черт ее побери с этим изгой дружбу водишь что хочу сказать ромочка получше вариант будет но выбирать тебе конечно же да и ухаживает он за тобой явно лучше чем этот очкарик чё тебе блять дело есть за тоже с кем она будет вот скажи мне пожалуйста подруга рома ухаживает за полиной блин дури и она буквально сказала что он клеится к ней блин как банный лист кого-то память какая-то как у золотой рыбки ну чуть по длине конечно но примерно такая же катя мы просто общались полиночка я не слепая и видела как вы тут чуть ли не целовались роме будет очень неприятно узнать что его девушка целуется с каким-то неудачником я зло сжал кулаки однако слова смирновой были настолько же противны насколько интерес хотя можешь выйти из кабинета и оставить уже нас в покое полиночка променяла свою подругу на неудачника неудачника у которого завтра появятся синяки по всему телу лучшем случае да 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 блин посмотрев на полину я впервые увидел ее разгневанное лицо красота подожди прям какой это вот это красиво это красиво ой добро пожаловать а про пожаловать на превьюшку давай и пешку давай ну так чисто как вариант добро пожаловать на превьюшку прям джоджо джоджо стиль погнали не желая даже представлять во что это сейчас может вылиться я шагнул кассе что тебе сказали неистовая злоба закипела в моих жилах будто насмехаясь над моей сдержанностью смелости набрался я смотрю с рук тебе это не сойдет антоша я сказал тебе свалить отсюда смирнова поправив воротник катя надменно и неторопливо вышла из класса перед этим бросил взгляд на поле он был как всегда решителен однако проблески беспокойства говорили о выигранной битве жаль что это битва начала войны мы были слишком грубые с ней не думаю что ласковые слова повлияли бы на нее также сильно как грубые я виновата что она стала такой вот мне вот интересно поскорее дойти до момента и узнать почему что же такого сделала на глазах полины выступили слезы что она имела ввиду я поднял на руки большую стопку тетрадей полина же взяла скрипку лежащую на пианино углу кабинета и и растерянные мокрые глаза не давали мне покоя нужно как-то утешить ее однако что-то удерживало меня мешало подойти к не пойдем не дожидаясь меня полина быстро ушла ушла из кабинета да что я за тряпка то так и не смог ее успокоить и какой мужчина после этого лишь мальчик школьный день был ужас кучные уроки мерзкая катя расстроенная полина и я который не смог поддержать свою подругу вздохнув я понял я понял пора домой неужели причины и неужели я причинил ей боль моей моей поли только от одной подобной мысли сердце было готово разорваться в клочья почему я так страдаю из-за нее почему она единственный человек который искренне хочет общаться со мной который понимает меня и готов выслушать так а вот мы и на месте сейчас скажи будут мультики или что а нет мы сейчас будем мне нужно позвонить ей срочно а номер я же не знаю почему я такой неудачник катя была права я ни к чему а ведь я был так близок к ней так близок инцидент в классе музыки терзал и никак не хотел выходить из головы неужели полины и вправду дружит с ромой почему она не рассказала мне об этом об этом раньше поисках ответа я стал наворачивать круги по комнате возможно это все катины бредни чтобы расстроить и нее рассорить нас полида бы не стала дружить с такими с дружить с такими хулиганами как же это смирнова достала я конечно хочу прибириться с ней хоть как-нибудь но вряд ли это возможно ты после сегодняшнего дня почему рома я остановился и грустным голосом поприветствовал сестру плюхнувшись на кровать как твой день прошел представляешь мы сегодня с мамой и папой пошли гулять оля не шутит странно почему-то я не заметил его обувь прихожей блин я так представляю как она выглядит знаете этот какой-то большой магазин большой магазин да папа когда проезжал мимо твоей школы заехал в продуктовый увидел рекламу большущего магазина там все есть и куклы и кассеты с мультиками папа приезжал мимо школы как же хорошо что я не прошел не пошел с ромой и бяшей иначе бать то уже рассказали по моей о моем прогуле не ожидав такого предложения от оле я не нашел что от и ну как можно таким глазам сопротивляться олены круглые глазенки давай давили нажали надо нажалось так нажалось так что отказать язык не поворачивался так подождите а нормально продолжаем однако моя усталость после школы тоже давала себе знать так давайте делаем сохранение опять-таки все выборы мы сохраняем давайте соглашаемся как мы хотели 1 хорошо но всего на полчасика пошлите оля радостно топая ногами быстро убежала вниз рано что мама разрешила и погулять на улице но она и к лучшим сестра и так много времени просидела в четырех стенах перевозу перевозмогая усталость в коленях я встал и пошел за олей коридоре я помог ей надеть курточку а потом оделся и сам кухлые белые щечки воли очень забавно выпирали не об ага глупенькая я думал если заболеешь ты потом вообще не сможешь выходить гулять вообще даже такие редкие прогулки тебя не будут и что-то будешь делать также будешь говорить я старая дева умру в четырех стенах лучше так что лучше не бякай не хочу значит пойдешь шарфиком я уже большой мне труднее заболеть большой такой же пупс как и я тут отчасти сагану а часть права олени довольно нахмурилась тогда я пупс побольше ладно все идем или ты передумала ничего я не передумала обижена воскрикнула воля пошли мы вышли из дома я рад что оле изредка но хотя бы будет гулять и мультики уже давно пересмотрен и из игрушка она вырастает я опешил спасибо тебе мам не надо к ней подходить ни в коем случае слышишь поле слегка отступил она хочет утащить нас в лес опираясь на рассказ полины я пытался представить предостеречь сестру не смотри ей в глаза она опасна я уверена что она добрая милая собачка но и жулька она и жулька называет болтали вспомнив как рома пнул жульку я обрадовался то с ней все в порядке просто доверься мне ладно ради мамы вымогательница но кстати да еще два дня назад хорошо нарисую как придем домой пошли я повел олю по лесной тропинке затем перес надо посмотреть я не знаю хотя нет ничего нет что можно потыкать вот я повел олю по лесной тропинке а затем свернул в левую сторону оля показала пальцем на голые деревья скручившийся бесконечно а без он беспощадного холода морозный оля хитро посмеялась я вообще-то хороши ладно пойдем но ненадолго заодно поселок тебе покажу оля миленько шагает по протоптанному снегу а я с уставшим выражением лица следует за ней нет проблем нет забот их не ценил я то время когда был маленький был умел я уже привык зато часто на свежем воздухе бываю а у меня носик от этого свежего воздуха уже замерз всяко лучше домашней духа ты мы это подошли мы подошли к поселку не хочу домой возвращаться я тебя понимаю хочу вернуться в а как же шумные соседи если честно я уже соскучилась провинатор перфоратору оль ну почти были но это по правде про но и отчасти это правда потому что и на первого первое время тебя соседи бесят своим шумом а потом если надолго от них уедешь будешь скучать по нему так и привык что всегда где-то какой-то до шум есть глядя на ее улыб глядя на улыбку своей сестры я сам невольно улыбнулся как мало ей нужно для радость всего лишь выйти погулять полина подошла ближе мило улыбаясь и посмотрела на у улыбнулась и посмотрела на ой олен вопрос вас поставил меня в ступор улыбка полина исчезла после чего она опустила глаза грустно сказав полина улыбнулась вновь оля посмотрела на меня и одобрительно кивнул оля широко улыбнулась полина и валя мило общались заставляя улыбку новом лице сиять еще больше олен вопрос адресованный полине заставил мои щеки по покровить конечно оленька если твой брат будет не против да конечно приходи полина кинули меня в жар и одновременно и нравилось быть рядом в то же время было некомфортно ощущать себя и снительный ботаник ладно ребята я пойду дела не ждут так быстро мы даже не обсудили любимый мультик оленька я обязательно приду к вам в гости мы обсудим все все твои любимые мультики обещаешь обещаю я стал пенел а вот органец появился ну вот немножко заметный полина видно тоже полина попрощавшись быстро ушла еще как это же позор чем ты думала я сделал глубокий вдох не только все нормально пойдем домой а все а да придя домой я и оля отогревшись отогрелись а мама позвала нас есть так то и сколько нормально еще можно я кое-как осилил последнюю ложку рисовой каши с клубничным вареньем и потом все запил чая после же я помог сестренки починить слетевшись настроек телевизор провозившись с ним убитый час я принялся делать домашнюю работу окажись тут будет возможность увидеть алису когда он подойдет к окну в этот раз задание на дом на дом были элементарны даже для меня человека не особо понимающего в математе однако я уверен что бяша сейчас сидит в холодном поту пытаясь решить уравнение хотя он но и понятно думаете x и y ему никогда в жизни не пригодятся а пригодятся ли мне задумавшись я подошел к окну своей комнате смотря на отражение своего лица я не переставал думать о произошедших со мной вещах после переезда в этот дом перчатка пропавшего мальчика дикие собаки милиционеры девочка в костюме рыжей лисы друзья хулиганы сплетницы староста и талантливая полина раньше я думал что городской темп жизни был слишком быстрый верш перенасыщен для меня и ошибался здесь это насыщение настолько сильное что она буквально превратилась настоящий водоворот событий ходячая книга почему полина меня так назвала либо я слишком скучный в общении либо наоборот интерес зависит от того какую книгу она имела в виду надеюсь сейчас все-таки интересно я вздохнул полной грудью и сел на кровать пора спать завтра новый день надеюсь я приведу проведу его с большой пользой для себя спокойной ночи родители приятных сновидений оля сладких снов поле вторая глава сказка на ночь проснувшись я вяло встал и с нежеланием включил свет настольный ламп и мне утро встречала меня привычной картины окошко тумба кровать такое чувство что с каждым утренним пробуждением меня настигает день сурка не сказать что меня это на мне это надоело скорее наоборот я рад что нет никаких кардинальных изменений надо бы для начала поесть и хочу ходить голод все-таки поесть перед школы стоит я же не хочу чтобы ребята на уроках слышали как урчит мой живот ненадолу недолго думая схватил банку сгущенки и хлеб в этом мы соли похоже сгущенка сгущенку оба любим помню как мама рассказывала что я будучи очень маленьким сгущенку ложками ел а потом валялся в кровати и плакал ой чё подождите это все это у меня чуть не чихнул те 2 2 бутерброд я запил все водой и убрал со стола перед тем как уйти с кухни я заметил по календарь показывает неправильную дату с помощью этого радио можно уловить лишь старые шансоны последние новости поселка так как шансы никому так как шансон никому не нравится а новости всегда плохие мы его не включаем подожди тут есть этот подключение типа давай сорвем 12 декабря кто-то из нас и вправду запутался во время вырвав лист я принялся перелистывать календарь пытаясь найти верную дату отлично доктор кто и наконец найдя нужную я аккуратно подогнулся листок больше ничего ну ладно пусть я не особо сильно наелся но этого должно хватить собравшись я вышел на улицу а дальше будет интересная вещь двор встретил меня морозным порывом ветра в лицо он да будто бы желал доброго утра по своим что ж ничего так нет 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 не отрезвляет лучше чем прохладный зимний ветер и ставь снежинок залетевших за шиворот и так на рай и так на ровящих залететь от глаза учеба в этой школе только началась а я уже успел измотать себя как физически так и морально пора идти это улица проходя по ней вспоминана воспоминания первой встречи с алисой сами выбираются из глубины подсознания если вспомнить это было довольно пугающе где же сейчас это плутовка неужели все было лишь сном таким реалистично не понимаю людей встречаю вставающих с утра пораньше возможно это у них вошло в привычку работа школа другие дела удивительно что по пути я еще никого не встретил одному идти даже как-то непривычно как бы хотел ходить в школу вместе с полин и ходить домой тоже возможно это даже реальнее чем кажется посматривая на свежие сугробы и красиво переваливающийся снег я поправил рюкзак подойдя еще пройдя еще пару шагов я вдруг краем глаза заметил силуэт он казался призрачным надо более знакомым ну чтож ну да думаю пора вот на этом мы вместе и завершим ну что ж друзья мы почти закончили проходить старый главу да почти закончили прям с интересом и приятно их проходить честно говоря там же говорили о семи главах новых кажись если если новые если они ну если конечно они вы по стене имели ввиду что в общем глав будет 7 но в любом случае очень прям интересно что будет дальше там там достижение очень много интересных и пути ромки сто процентов теперь допилен до конца и значит мы сможем и ромку заценить хорошенько подумав все ну все хорошо обдумав все хорошо пролистать надеюсь вам нравится у вас такой же интерес при и прям хорошее настроение как у меня заглядите в описании там будет ссылочка на группу more and graphics и на рутуб так скажем минуту самому сама реклама то вдруг youtube youtube сейчас творит крайнюю хрень есть новостной видеоролик у меня на канале говорящий о том что сейчас происходит короче youtube совсем охренелый я чисто для безопасности сейчас переношу все свои видеоролики на youtube потихоньку и перенес почти все уже так что до переходите на рутуб подписывайтесь просто чтобы мы не потерялись если что случится пишите комментарии предлагайте игры для прохождения я все читаю на все отвечаю и буду рад сам поболтать критикуйте и не забывайте ждать на кнопочку подписаться на колокольчик буду рад вас видеть в нашей большой семье а то неприятно что наши видеоролики смотрят только 55 процентов они даже не 50 47 процентов с подпиской 47 процентов с подпиской вам этого ничего не стоит а мне приятно а мне приятно и мотивирует продолжать продолжать выпускать видеоролики чаще и ну и не забрасывать также свой канал хотя конечно районе ради подписчиков его дела ради того чтобы вас радовать и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся